...с самой теме три народа в истории России, как она вас заинтересовала и как именно... Я всю жизнь работаю, я не знаю, может быть я за 150 примерно сели, снял все про русскую культуру и историю. И у меня всегда это не цело. Мне казалось, что это огромное богатство, что с разным происхождением могут приходить люди и становиться русскими. При том, что страна не является в общем главным котлом нации, она не иммигрантская страна. Но вот так случилось. И другого примера такого найти трудно. Во всех остальных случаях это все-таки как-то иное. Я вот до лондонских показов, были показы украинские, так случается, вот там много Одессы, Киева, и было важно. Мне казалось, что я должен в этих местах быть сам. И мне все говорили, что они тоже страшно широкие и прекрасные. Я говорю, ну вы можете представить, что Шевченко мулат, а с Александром Сергеевичем запросто как-то получается. И никому не засну. Представьте, вот под этой папахой, и вот с этим всем. Представляете, человек, цвета кофе с молоком, так говоря. Ну, странно действительно это было. Ну, вот я много раз привожу какие-то там примеры, забегая, потому что я внутренне все представляю проекты. И русские грузины, и русские немцы, да. И есть же, ну вот эти поразительные вещи. Я все время это привожу в пример. Но вы это не застали, но вот скажем, мое поколение, особенно те, кто постарше, они все вырастали с массовым представлением о том, что лучше всего, красивее всего. Вот, ну, массовых представлений, как разумеется, говорить по-русски, чисто, богато, с фирменальной лексикой, очень артистично, льются любые, если нужно, предаточные какие-то, и никогда, никогда он не бывает так, что не знаю, чем их закончить. Это один есть такой человек во времена пыкающих, мекающего начальства, который читает с бумажки, его звать Ираклий Андроников. Ну, какая-то Ираклий, ну, бывают и такие, в конце концов, имена. Андроников, ну, вот Андроников, он остык, ну, да, ну, хорошая русская фамилия, Андроников, такая, ну, наволенная, можно сказать. Ну, вот. А он Андроникашвили, и брат даже его было. Это не они, а Брусселье при грузине отца. Брат так и оставался грузином. Андроникашвили был директором института физики, по-моему, Академии наукрусии. Вот такая была форма. Марджанишвили становился Марджановым. А, Баланчевадзе, Баланчинэм. Ну, и никто же его не заставлял, он так себе это понимал. Вот как Ухерсов вот считал, что не от того, что она неприличная фамилия, Вазбейн, а от того, что, ну, как лодку он назовешь, так она поплывет. Он будет русским артистом с возвышенным псевдонимом. Ему 17 лет, представьте, выиграли в конкурс куплетистов в Одессе в 17 лет. Какие там были куплетисты? Какой там был отбор, какой там был кастинг просто. Порвал, значит, Одессу порвать на куплетах. Ну, лопни на тиржефасон. Это от любви к русской культуре, к ее широте, другообразию и богатству. Вот, в конце концов, я нашел зачем или почему. Да, пожалуйста.